Итоги недели Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Диверсификация рынков, налаживание более тесного взаимодействия с надежными, проверенными временем партнерами, расширение диалога и поиск точек соприкосновения в других отраслях. Экономические перспективы Бреста. Мало оттолкнуться от берега, надо выбрать направление, надо четко ответить, куда плыть. Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь и породила новые социальные практики. Маски, дистанция, вакцинация – это личный выбор каждого, и каждый сам платит по своим счетам. Но стоит подумать до того, как окажешься на грани – цифры, мнения, советы и рекомендации врачей. Доказано на практике и подтверждено жизнью осенние ярмарки – одно из самых ярких и любимых мероприятий жителей областного центра. Сегодня в Бресте прошли расширенные ярмарки распродажи, участниками которой стали не только сельхозпредприятия «Брещины», но и предприятия, перерабатывающие промышленности. В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. Экономика, как и Восток – дело тонкое. Это показал прошедший 2020 год, подводит логическую черту и 2021. Кризисный и не всегда стабильный период стал очередным витком в развитии многих процессов. В первую очередь это затронуло мировой товарооборот и перечень востребованных продуктов, в число которых вошли программы для удаленного доступа, онлайн-обучения и доставки. Подлило масло в огонь перемен и политическая обстановка, изменение которой колеблет векторы взаимодействия, сужая их или расширяя в зависимости от ситуации. Как устоять? Как сформировать такой экономический плацдарм, на котором можно будет задержаться в случае каких-либо потрясений? Ответ кроется в диверсификации рынков и налаживании более тесного взаимодействия с надежными, проверенными временем партнерами. В этом уверены в администрации Бреста. Да, те направления, в которых уже удалось добиться успеха, оставлять никто не спешит. Но даже в условиях пандемии важно постоянно расширять диалог и искать точки соприкосновения в других отраслях. Как это работает – подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Судьба города Форпоста Бреста исторически складывалась достаточно непросто. Но именно эта в некотором роде нестабильность научила его предприимчивых жителей более критичному мышлению, быстрому осознанию ситуации и мобильности, в том числе и в экономических вопросах. Сегодня областной центр – современный, динамично развивающийся город. Да, исторически сложившаяся аграрная специализация экономики области влияет на структуру промышленности, где наибольший удельный вес занимает пищевая и перерабатывающая. Однако большая представленность – начало конкуренции, в которой рождаются более эксклюзивные продукты. Изменяется технологическое оснащение, включается более прагматичное и уверенное управление со стороны менеджеров и руководителей. Идеология между заинтересованными лицами переходит в более узкую и практическую плоскость, более точечную и конкретную. Личные контакты, рабочие контакты – это форма развития нашей экономики, нашего города Бреста. Да, это Санта, да, это Савушкин. Прежде всего, у нас есть масса других предприятий, которые могут позволить себе поставить практически однозначно продукцию бюроуровня. Экспорт товаров Брещена сегодня активно налажен с регионами России. Туда отправляются, кроме традиционных готовых замороженных изделий, крупы и каши. Предприятие «Брест Хлебопродукт», известное под брендом «Прибужская Нива», также развивает сотрудничество с соседями. Туда груз отправляется железной дорогой. Однако в приоритете у производителей внутренний рынок, на который отгружается около 80% производимого товара, включенного в ассортимент первой необходимости. Благодаря обновленному оборудованию и качественному сырью, закупаемому у заготовителей региона, продукты «Прибужской Нивы» приобретают не только жители Брещен, но и других областей. Наше предприятие сегодня загружено на процентов 85. Выпускаем мы продукцию муку пшеничную, муку ржаную и крупы в ассортименте. Пшено, крупа могилевская, манка, крупа ячневая, перловая. Объем выпуска у нас на сегодняшний момент в пределах 180-200 тонн в день. Процентов 5-10 в зависимости от спроса от конъюнктуры рынка мы продаем на зарубежные рынки. В основном это Россия, Украина. Продолжая тему экспорта, стоит сказать и о товарах легкой промышленности, пользующихся особым спросом. Их ценность в том, что они не требуют специальных условий хранения, а качество не подвергается сомнению. Ведь все можно оценить даже визуально. Брестский чулочный комбинат – одно из тех предприятий, чья продукция, благодаря успешной маркетинговой стратегии и давней репутации, исходит с полок многих магазинов, в том числе и за рубежом. 75 действующих фирменных торговых объектов, результат планомерного эффективного труда. Мы за год приросли на 10 объектов, ну и на следующий год мы имеем определенные планы по развитию розничной сети. Мы посчитали, что в наши магазины за год заходит, делает покупок более 2 миллионов человек. Но если понимать, что конверсия не стопроцентная, то в наших магазинах бывает как минимум половина Беларуси. Как минимум заходит в наш магазин. Ну и конечно мы стараемся перерастать клиентами в сегменте B2B. В Беларуси нам это сделать сложно, потому что мы компания с длинной историей, по сути, мы знаем всех, кто торгует носками, и все, кто торгует носками, нас знают. Поэтому остаются внешние рынки, на которых мы прилагаем доступные нам усилия для того, чтобы расширить клиентскую базу. Кстати, на предприятии активно готовят зимние коллекции. Они появятся в продаже уже в ноябре. Я верю в то, что и нынешняя коллекция будет интересна потребителям, и приглашаю всех и в наши магазины, и в магазины наших партнеров, для того, чтобы оценить, насколько в этом году наши дизайнеры были креативны, а мастера производства сумели исполнить задумки художников. Да, мы играемся с различными видами упаковки. Нас знают и в дальних уголках наших продаж, благодаря носкам в банках, кроме прочего. Этот сегмент мы тоже расширяем. В этом году мы предложим потребителям специальные праздничные наборы новогодних носков, где будут сочетаться носки для мужчин, для женщин и для детей, но выполненные в одной стилистике. Экспорт товаров явления давно знакомы и привычны. Задача руководства города сегодня – развеять мифы и существующие товарные клише. Бизнес Бреста – это что-то шире и креативнее. По итогам прошлого года город Брест поставил на внешние рынки продукции на 1,4 млрд долларов в эквиваленте. Это очень серьезная цифра и доля Российской Федерации, естественно, там достаточно высокая. Она ниже 80%, но выше 70%. Это немножко плавающий показатель. Мы постоянно ведем речь и абсолютно логично о диверсификации нашего экспорта, но мы обречены на том, что доминирующим нашим, как говорится, партнером в отношении внешней торговли будет Российская Федерация. Поэтому поиск новых рынков в Российской Федерации, поиск новых схем – это один из драйверов развития нашей региональной городской экономики. А еще Брест – это про автомобили и машиностроение. Открытое акционерное общество «Брестмаш» – производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит. Участник производственной программы по выпуску запасных частей грузовым и пассажирским автомобилям. Брест – это про инновации и IT-технологии. Ведущие компании работают с городскими службами, а также активно занимаются экспортом услуг. Брест – это про площадки для развития. Здание научно-технологического парка расширяется, и, возможно, в ближайшую пятилетку здесь развернется масштабный кластер, куда придут перспективные стартапы. Брест – это про строительство. Город значительно прирастает в квадратных метрах за счет новых форматов возведения жилья. Проекты пользуются популярностью как в черте города, так и за ее пределами. А еще это те процессы, которые не должны подчиняться хитрым ходам пандемии. Когда есть цель, формы для внедрения сотрудничества должны находиться, и они находятся. Да, есть определенные ограничения пандемического плана, которые уже напрямую повлияли на нашу туристическую отрасль, напрямую, гостиничную отрасль. Даже вопросы ресторанного и прочего бизнеса видно в экономике, что не все так успешно, как хотелось бы. Вместе с тем, эти времена проходят. И если сейчас мы полностью сложим руки и ограничим контакты, в том числе деловых кругов, административных, при этом наших коммуникаций, тогда, выходя из пандемии, у нас не будет задела. Нам надо зарабатывать, в том числе, я имею в виду, город Брест. Экономика – это цифры, отраженные в реальных делах и проектах. Подчиниться обстоятельствам сродни сдаться. Быть в деле – значит лавировать. И корабль, который сделает это виртуознее, сможет пережить любой шторм. Перефразирую скороговорку. Корабли лавировали-лавировали, да вылавировали. Из плоскости мореходства в плоскость экономических процессов Бреста. Ресурсы есть. Сегодня нужно научиться ими грамотно пользоваться. И тогда успех гарантирован. Стоит помнить. Мало оттолкнуться от берега. Надо выбрать направление. Надо четко ответить, куда плыть. Еще в прошлом веке человек был вполне удовлетворен получением от государства комнаты в коммунальной квартире. А получение индивидуальной маленькой квартирки, так называемой хрущевки, считалось счастьем. Квартирный вопрос тогда стоял остро. Впрочем, и сейчас он не стал менее злободневным. А потому в 70-е годы активно начали строить серые однообразные типовые дома и даже целые районы, похожие друг на друга. Стоит вспомнить любимый всеми фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» и приключения главного героя, перепутавшего не только дома, но и города. Круто поменялась ситуация в строительстве век 21-й. Далеко ходить не будем. Брест сменил скучный серый наряд на яркий, а районы сегодня не перепутаешь. У каждого свой облик, свое название, даже свой цвет. Шагая в ногу со временем, существенные изменения претерпели и строящиеся здания, которые обрели современную концепцию. Возведением таких домов в областном центре занимается мощная компания, входящая в число лучших строительных организаций Республики Беларусь – коммунально-унитарное предприятие «Брест Жилстрой». Мы побывали на нескольких объектах и узнали и об условиях труда работников в осенне-зимний период, и о преференциях, которые получают жильцы вместе с новыми квадратными метрами, и о планах предприятия на будущее. Делимся всем тем, что узнали с вами. Комплекс многоквартирных домов на улице Героев обороны Брестской крепости привлекает к себе внимание издалека. И неспроста. Он яркий и масштабный. Работы по его взведению специалисты Брест Жилстроя начали весной 2019 года. И вот, спустя немного времени, здесь выросло шесть многоквартирных панелек, этажность которых варьируется от 7 до 16. Счастливые новоселы этих домов будут пользоваться всеми ноу-хау современного строительства. При строительстве данных объектов в Брест Жилстрой были применены такие нововведения, как видеонаблюдение, домофонная группа из алюминиевых дверей нового образца. В каждой квартире присутствует отдельная лоджия. На каждую квартиру предусмотрено на микрорайоне отдельное парковочное место. То есть при любом стечении обстоятельств человек должен найти, где припарковаться. Отопление, отопление здесь идет поквартирное, то есть у каждого человека свой поквартирный учет теплоносителя. Но и это не все преференции, которые получают жильцы вместе с новыми квадратными метрами. Ярко изолированная от транспорта детская площадка, безбарьерная среда, живописное месторасположение жилого комплекса. Здесь продумали все до мелочей. Даже специальные корзины для кондиционеров, чтобы ничто не выбивалось из архитектурного ансамбля, предусмотрели. Внутри специалисты Брежилстроя тоже постарались. Квартиры строили просторными, с использованием современных тенденций, а потому и спрос на них среди покупателей высок. Год назад примерно с моей женой мы начали задумываться о покупке квартиры. Как и все люди, мы сначала рассматривали БУ-варианты, потому что думали, что новое жилье – это не совсем доступно для молодой семьи. И мы искали, сначала цены нас не очень радовали, но потом мы обратились в Брежилстрой, узнали. Нам понравилось, это достаточно доступно. Я считаю, что мы сделали правильный выбор, район хороший, современный дизайн дома, современные решения принимались, всякие, разные, их много. И все, я считаю, что это отличный вариант по соотношению цена-качество. Для того, чтобы строить качественные и современные здания, необходимы комфортные условия труда, особенно в осенне-зимний период. И если жилой комплекс на улице Героев обороны Брестской крепости планируют полностью сдать в эксплуатацию до наступления сильных холодов, то на улице лейтенанта Рябцева зимний период – пик работ. К нему готовятся основательно. У нас есть годовой график. Мы видим по годовому графику, какие дома у нас попадают именно в этот период. И заранее начинаем прорабатывать системы отопления. Если, допустим, это газопроводы или теплосети центральные, значит, наружные сети надо к дому подвезти, внутри все системы собрать, закрыть контур, подготовить кровли. Для того, чтобы человек-отделочник пришел в комфортные условия, мог работать и соблюдалась технология. Потому что если приходить к влажным процессам нанесению шпатлевых штукатурок, это довольно продолжительное высыхание при низких температурах. Поэтому нам нужно обязательно дать тепло. Забота о большом штате Брежилстроя – это порядка 2700 человек – позволяет выполнять строительство быстро и качественно. Например, жилой комплекс на лейтенанта Рябцева начали возводить чуть больше года назад. Квартал новой жилой застройки находится между улицей лейтенанта Рябцева и промышленной зоной железной дороги и обещает быть выразительным с переменной этажностью. Всего здесь планируют возвести порядка 15 домов. Два специалисты Брежилстроя уже сдали в эксплуатацию. Еще один будет сдан в октябре этого года. За моей спиной находится дом 16-этажный, который будет сдаваться в декабре месяц. На данном доме будут выполнены работы по устройству кровли и герметизации монтажных стыков. Работы по окраске фасада будут выполняться в благоприятный период года, так как мы используем при окраске фасадов акриловые краски, которыми недопустимо пользоваться в холодный период года. Будет возведено, вот конкретно даже 16-этажный дом – это 128 квартир. Тут будет в перспективе 3 16-этажных дома. 11-этажные дома – это 120 квартир. То есть тут у нас разные планировки есть. И трех, и четырех подъездные. Много работ запланировано на следующий год. В планах у руководства предприятия Брежилстроя охватить новые территории. Уже завершился, фактически осталось только благоустройство закончить. Это комплекс, квартал небольшой на Героев обороны Брестской крепости. Полностью сейчас в разработке идет район Вулька. Он вот только-только начался. Но на следующий год, если в Бресте брать, большой планируется район. Это из УМР-1, это возле Кольца Варшавского, в сторону существующего города теперь. А значит, у желающих получить свои квадратные метры есть отличная возможность присмотреть какой-нибудь из предложенных вариантов. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном. Четвертая волна ковида бьет сильно и больно. Вирус свирепствует. Осенняя статистика неутешительна. В Беларуси зарегистрировано 582 111 случаев заболевания. И спасением для всех нас, несомненно, будет вакцинация и соблюдение общественного этикета. Его сегодня еще называют COVID-этикет. Ведь пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь и породила новые социальные практики. Соблюдение антиковидных мер приучило нас улыбаться глазами, если рот прикрывает маска. Здороваться прикосновением локти и проявлять уважение, отойдя от собеседника на пару шагов. Все это правильно, верно. Но именно прививка поможет сформировать коллективный иммунитет. И именно вакцина остановит смертельный поход инфекции. Говорят, что человеческий организм рассчитан как минимум на 150 лет жизни. Но каждый день мы упорно сокращаем свои дни на земле. Неправильное питание, стрессы, вредные привычки и даже ненадетая в общественном месте маска или отказ от вакцинации. Да, это личный выбор каждого. И каждый сам платит по своим счетам. Но стоит подумать до того, как окажешься на грани. Итак, цифры, мнения, советы и рекомендации. И все это прямо сейчас. Четвертая волна коронавируса, накрывающая Беларусь, для всех стала настоящим испытанием. Статистика заболеваемости в нашей стране тревожит. Ежедневно в графе новых случаев добавляется порядка 2000 человек. Напряженная ситуация и в Бресте. В городе Бресте и в Брестском районе отмечается сложная эпидситуация, но она контролируется. Мы находимся на пике заболеваемости. И еще пару недель, наверное, будем на нем находиться. А дальше будет несколько месяцев идти спад. Поэтому ситуация напряженная, но необходимо в первую очередь в это время заботиться о своем здоровье. И люди заботятся. Ведь пандемия изменила нашу жизнь и породила новые социальные практики. Ношение масок и перчаток, социальное дистанцирование. Эти меры для многих стали привычкой. Но неужели это единственный способ борьбы с коронованным вирусом? Вопрос, который беспокоит всех и каждого. И ответ на который отрицательный. Ведь из всех вариантов борьбы с COVID-19, как сообщают эксперты, самым эффективным является вакцинация. И люди начинают это понимать. А как вы вообще к вакцинации относитесь? Положительно. Почему? Потому что много информации идет, что надо. Я сама вакцинировалась. Вот этим все сказано. Я верю в вакцине. И я думаю, если даже как-то заболею, то будет намного легче. Это логично. Поэтому мое отношение положительное очень. И всем своим подругам, старухам советую. Ну, кто как относится, стараюсь убеждать. Если бы все привились и спал бы этот... Ой, переживаю. За молодежь особенно. Уже ладно. И стариков жалко, но молодежь. Это же неестественно умирать. Жительно я уже привелась и советую всем остальным привелась. Я знаю, я аж не первый год живу, что очень многие болезни были побеждены благодаря вакцинации. Мы провакцинировались и как бы вполне положительно к этому относимся. Потому что, ну, это наше здоровье. Я привелась в июне. Потом переболела в легкой форме. Поэтому я только за. Потому что мы, когда работали, нас всех прививали от гриппа. И, в принципе, я тогда не болела гриппом. То есть я привыкла к прививке, и мне кажется, это ничего страшного. Даже обязательно. Но у всех не может быть одного взгляда на вещь. Не может быть одного мнения. И пока одни положительно относятся к вакцинации против коронавирусной инфекции, другие опасаются вживления микрочипов или подавления иммунной системы после прививки. Именно такие данные активно распространяются и разносятся в социальных сетях. Я вакцинировался. Ну, надо, наверное. Я знаю, что у меня знакомые во Франции. Пять человек вакцинировались, один из них заболел. Но они там, другая у них, видимо, вакцина. Ну, у нас, это, российская. Я вакцинировался и один раз. Ну, будем посмотреть, что будет. Плохо. Отризательно. Ну, вы знаете, сама медик, поэтому медсестра по образованию. Поэтому я считаю, что это непроверенная вакцина. И поэтому, например, взять вакцину от гриппа. Мы же не знаем, какой вирус какой-то. И, значит, прививаемся, но мы не знаем, какой к нам поступит вирус. И я считаю, что это непроверенная. И я, как бы, опасаюсь. Вот лично мое мнение. Ну, в общем, как бы, говорят, что это ничего. Но я против. Я не прививаюсь. Да, мнение у людей разное. Но большинство понимает важность и эффективность вакцинации. Доказывают это и цифры статистики. Например, на предприятии Брестское котельное хозяйство свой спасительный укол уже получили порядка 60% работающих. Кто-то проявил инициативу сам, у кого-то тяжело переболели инфекции близкие и родные. А кто-то решился провакцинироваться под эффектом цифры статистики, которые пока растут. Вообще-то, если вот так посмотреть, да, существует огромная дискуссия в обществе. Ну, всем нам известно. И, как бы, каждый сам выбирает, как себя защитить, ну, от заболевания, в частности, ковид. Допустим, та возможность, которая предоставлена в котельном хозяйстве, вакцинироваться здесь, на месте, она удобна. Это прекрасно, я считаю. И эта возможность дает человеку право выбора. Дальше он сам решает. Если он хочет себя защитить, он может прививаться. Я приведу пример, да, вот у меня жена заболела, она не противопоказания медицинским прививаться. А я после первой прививки, я не заболел. То есть, прививайтесь. Это настоящая защита от ковид-19. Знаете, сподвигло то, что у нас начал большой рост заболеваемости. Вот это и сподвигло. Если до этого я даже не задумывалась, где-то даже когда-то была против, то сейчас я считаю, что это нужно. Поэтому мы пришли. Я не одна, я с мужем пришла. Муж у меня тоже здесь работает, тоже прививается. Сегодня у нас вторая прививка. Все с самого начала было хорошо. Первая прошла хорошо, вторая, я думаю, тоже будет все хорошо. Вакцинация на предприятии имеет массу преимуществ. Она исключает лишние походы в поликлинику, а еще экономит время, которое тратится на дорогу и очереди. На предприятии коммунальных, желающих получить прививку, тоже немало. Ведь простой укол способен сохранить жизнь и минимизировать осложнение болезни. В связи с спецификой нашего предприятия, так как наши работники рассосредоточены по всему городу, то есть очень много общаются с людьми, поэтому вакцинация отнеслись очень серьезно к этому вопросу. Берегут здоровье свое, коллектива своего, конечно, своих близких. В связи с выявлением новых штампов, как бы немножко идет волнение непосредственно за свое здоровье, непосредственно за здоровье и даже ответственность за близких. Ты приходишь домой, ты общаешься в коллективе, приходишь домой и хочется обезопасить и себя, и своих родных, и свой коллектив. Работники очень приветствуют то, что приглашаются медработники на предприятие, очень идут, отзываются на это, с удовольствием приходят и прививаются. Не создается массовость тоже. Все это делается постепенно, небольшими количествами работников, для того, чтобы не создавать массовое скопление людей, тоже в целях безопасности, в целях соблюдения дистанции. Поэтому работники очень как бы благодарны руководству за такую организацию прививки. И при таком положении дел выигрывает каждая сторона. Медики охватывают спасительным уколом максимальное число людей, работники получают свою дозу иммунитета. К слову, пока вирус, который сам себе короновал, находится в топе мировых новостей, все благополучно забыли о сезонном заболевании – о гриппе, иммунизация против которого стартовала еще в начале октября. Уже привито около 27 тысяч жителей города Бреста и Брестского района. Как всегда, мы планируем достигнуть 40-процентного охвата населения. Группы риска будут привиты на 75%. Сегодня вакцина есть уже за счет всех источников – и республиканского, и местного. Есть вакцина и для проведения иммунизации за счет средств предприятий и личных средств граждан. Основная вакцина – это Гриппол Плюс Российской Федерации. Ей будут прививать и группы риска, и в целом население. Кроме того, есть в наличии в поликлиниках вакцина «Ваксигриптетра» Франция. Она будет использоваться для желающих, для того, чтобы привиться за счет средств предприятий или личных средств граждан. Но как быть тем, кто недавно привился от коронавирусной инфекции? Можно ли прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно? Эти и другие вопросы вполне резонно возникают у граждан. Вакцинация против гриппа и коронавирусной инфекции одновременно в один день возможна, то есть согласие пациента. И если же пациент привился в недавнее время против коронавирусной инфекции, необходимо подождать две недели и прийти привиться уже против гриппа. Будет вырабатываться активный и достаточно стойкий иммунитет. Почти в нокауте. Именно так можно описать ситуацию, которая сложилась во время четвертой волны коронавируса. Правда, этот материал мы создавали не для того, чтобы кого-то заставлять или принуждать. Скорее, он создан для того, чтобы каждый подумал в такое непростое время о своем здоровье и безопасности. Совсем недавно в Беларуси отметили День матери. Важный государственный праздник еще раз показывает, как ценятся в нашей стране женщины, воспитывающие детей. К сожалению, не всегда это счастье приходит так быстро, как этого хотелось бы. Статистика говорит о том, что в регионе немало пар, которые мечтают стать родителями, но без помощи медиков их шансы малы. Для них с января 2021 в стране действует специальная программа поддержки, в рамках которой одна попытка экстракорпорального оплодотворения может быть предоставлена бесплатно. Многие ли смогли воспользоваться этой возможностью и что должна знать женщина, чтобы добавить в свой большой перечень ролей одну из самых важных и трепетных – роль мамы? Об этом и не только наш следующий сюжет. Когда сила и терпение уже на пределе, а желание стать родителями кажется неизбыточной мечтой, местом помощи, поддержки и заботы для многих пар становится медико-генетическая консультация Брестского роддома. Здесь, благодаря качественной диагностике и профессионализму медиков, веру и главное – счастье в жизни получают ежегодно сотни потенциальных родителей со всего региона. К сожалению, бесплодие сегодня явление нередкое. Причем статистика говорит, что это не только и не столько женская проблема. Диагноз ставится и мужчинам. Помочь таким парам призвана процедура ЭКО, одна попытка которой с 2021-го стала бесплатной. Около 150 пар изъявили желание воспользоваться такой возможностью с начала года. В Брестской области на базе областного родильного дома работает областная комиссия по предоставлению бесплатной попытки ЭКО. И за этот период к нам обратилось более 145 женщин. И эти пары получили решение о направлении их на бесплатную попытку ЭКО в те организации здравоохранения в Республике Беларусь, которым дано право проводить эту попытку. Мы знаем, что положительные результаты есть. Как правило, для такого шага есть определенные медицинские показания. Кто-то из родителей имеет проблемы со здоровьем. Однако встречаются и пары, где причиной отсутствия детей становится негативный психологический климат. Из-за напряжения в организме развивается гипоксия. Страдают многие органы, в том числе и половые. Отсюда и репродуктивные нарушения. Но есть и позитивные моменты. Пройдя курс грамотного лечения, многие пары все же становятся родителями. В среднем у нас каждый год наблюдается в нашей консультации 700-800 пар с бесплодием. Это со всей Брестской области. Ну и результаты у нас тоже есть хорошие. У нас где-то примерно 250-300 женщин беременеют. То есть благодаря лечению, благодаря каким-то реабилитационным мероприятиям женщины беременеют. Залог успешной беременности – ее грамотное планирование, а также методичное исследование за показателями на протяжении всего срока. Особое место здесь отводится качественной УЗИ диагностики. К слову, в октябре работники этой сферы отмечают свой профессиональный праздник. Во многом именно благодаря их зоркому глазу, качественному оборудованию и профессионализму, какие-либо отклонения или нарушения можно выявить на ранних сроках. Тогда на основе наблюдений назначается лечение, либо рассматриваются варианты оперативных вмешательств уже после рождения малыша. Работа скрупулезная и очень ответственная. Работа – это отделение пренатальной диагностики, где проходит скрининг беременной первого триместра, все женщины города Бреста и женщины области, которые имеют какой-то отягощенный анамнез по генетической патологии или по врожденной патологии. Этот скрининг мы рекомендуем пройти с 11 по 14 неделечку. Здесь, тоже в народе так называют его генетическое узи, то есть кроме патологии анатомической, мы еще можем заподозрить маркеры хромосомной патологии для того, чтобы предложить дополнительную диагностику и застраховать семью от рождения ребеночка с генетическими отклонениями. А вообще женский организм – это что-то особое, что-то очень тонкое. Его можно сравнить с музыкальным инструментом. Чем грамотнее он настроен, тем больше он отдает миру. Если в планах подготовки к беременности, самое время отправиться к профильным специалистам, посетить гинеколога, сдать анализы, настроить питание с нутрициологом, чтобы продукты приносили организму максимальную пользу. Кстати, нередко грамотное восполнение дефицитов становится одним из компонентов успешной и своевременной беременности. Проблем, с которыми люди обращаются к нутрициологам, немало. Одно дело, что мы недоедаем в питании, и другое дело, а вообще усваиваем ли мы. Поэтому желудочно-кишечный тракт – это, конечно, основа основ, то есть то, с чего начинается здоровье. И уже, конечно, часто из-за этих вопросов человек уходит сильнейшие дефициты, анемия в том числе. И гормональная система женская очень сильно зависит, потому что не все знают, что даже серотонин, 80% нашего серотонина, гормона счастья, вообще находится в кишечнике. Да, то есть синтезируется. Материнское счастье – одна из самых больших мер радости. Так пусть оно постучится в дом каждой женщины, которая этого действительно хочет. Ярмарки по продаже плода овощной продукции для областного центра – мероприятие традиционное. Многие брещания ожидают именно этих распродаж, чтобы пополнить закрома полезными и питательными овощами и фруктами. Еще несколько лет назад скептики говорили, выездная торговля такого формата уйдет с площадок города. Однако, как показывает практика, такого не произошло. Наоборот, люди еще больше стали интересоваться натуральными продуктами, что и приводит их за покупками на ярмарки распродажи. Видя это, городские власти пошли горожанам навстречу, организовав торговлю в различных частях областного центра. Сегодня мы попали на расширенные ярмарки, побывали на трех локациях, торг, я вам скажу, идет активный. Вот и начался сезон, когда практичные белорусы запасаются натуральными овощами и фруктами, устремляясь на осенние ярмарки. Каждый старается приобрести впрок продукты по разумной цене. Много среди желающих пожилых людей. Здесь, на автостоянке за торговым центром Дидасперсия, они прицениваются, торгуются и покупают. Покупают много. И все бы ничего, но как доставить домой тяжелые мешки с картошкой или капустой одинокой бабушке? На помощь приходят волонтеры. Я вообще считаю, что если я могу кому-то чем-то помочь, то надо помочь. Бабушка не такие старые, уже тяжело им эти мешки с картошкой носить. Ну а я молодой, здоровый, почему бы и нет. Сельскохозяйственная продукция нужна всем, и в основном вот как раз такими людям. Ну, будут ходить покупать, а мы будем ходить помогать. От слов быстро перешли к делу. Кому нужна была помощь, обращались к волонтерам. Своеобразным маяком для бабушек и дедушек служили их голубые куртки. А потому найти и обратиться к молодым ребятам было несложно. И такая помощь для многих была очень кстати. Вы знаете, часто хожу, потому что беру картошку, капусту, морковь. Конечно, очень тяжело, хоть я близко тут живу, но тяжело. Это хорошо, что помощь такая для нам, пенсионерам. Большое вам спасибо за все это. Ярмарки и базары испокон века считались делом не только нужным, прибыльным, но и веселым. К ним готовились и продавцы, собирая лучше товар, и покупатели. Теши себя надеждой поторговаться и побалагурить. Ведь базар на то и базар, чтобы сбыть как можно больше всякого товара по хорошей цене. Это про продавцов. А покупатель желает купить все лучшее, как можно дешевле. Так и хочется задать вопрос, чем вы, гости, торг ведете? Чем я торгую? Капустой торгую. Картошка, стекла, лук. Ну, уже заканчивается. Интересуется всем. Особенно картошка. В начале сезона начинается. А к концу уже прошла капуста. Лук берут хорошо. Ну, все по очереди. По чуть-чуть. Найти картошку, морковь и капусту без химии и по демократичной цене в супермаркете намного труднее, чем на ярмарках. Да и поторговаться в магазине нельзя. Правда, цены на сельскохозяйственных ярмарках по сравнению с прошлым годом все же немного подросли. Все варьируется в зависимости от цена-качества. Свекла, морковь, картофель представлены от 80 копеек до рубля. Соответственно, более дешевый товар распродается с самого утра. Уже к середине дня может быть все распродано. Оживленная ярмарка начинается, наверное, с часов 9 утра. Иногда даже и с 8 уже активно идет торговля. Пока некоторые спят, многие активно закупаются. Активно закупаются приезжания не только в центре города. В восточной части областного центра тоже многолюдно. И представленный ассортимент на этих ярмарках ничуть не хуже. Доказывает, это их выросшая популярность. Что, можно сказать, радует, наверное, по сравнению с прошлым годом, о том, что стала больше польза популярностью площадка, скажем, ярмарка у торгового центра «Экватор». Потому что, если в прошлом году у нас только один раз на расширенной ярмарке было достигнуто, скажем, участников 130, это продавцов, то уже двое выходных подряд мы уже сейчас имеем там столько продавцов. Это говорит о том, что та площадка тоже начинает пользоваться популярностью. Она, наверное, даже лучше, удобнее подъезды. Поэтому это радует о том, что люди начинают выбирать, где более удобные площадки. Как правило, большинство приходит на ярмарку за картофелем, свеклой, луком, капустой. Хотя не только эти овощи можно найти на прилавках. На площадке возле торгового центра «Экватор» встречаются экзотические новинки. Например, азербайджанский гранат. К тому же здесь можно приобрести свежую рыбу, душистый мед, саженцы, плодовых деревьев и кустарников. Отличный ассортимент, красивая ямарка. Хорошие люди. Каждые годы прихожу. А почему? А потому что кушать хочу. Выбор хороший. Хороший выбор. И очень продавцы такие внимательные подскажут, и что. И даже помогут там, как говорится, и перегрузить. Там, в общем, очень-очень-очень хорошо. Все хорошо организовано, прекрасно. Главное для покупателя – натуральность и приемлемая цена продуктов. И эти критерии на ярмарках-распродажах продавцы стараются соблюдать. Ярмарки в Бресте являются традиционным способом обеспечения населения плодовочной продукцией. Я бы даже сказал, что это является историческим колоритом нашей нации. Люди привычны к ярмаркам. И люди любят приходить и покупать, наверное, то, что они хотят, пользуясь богатством выбора ассортимента. Ну и выбирать лучшие цены. А ярмарки предоставляют такую возможность. На текущий момент, если брать в ценовом выражении, то товарооборот по прошедшим ярмаркам уже превысил где-то на 20% прошлогодний. Ярмарки в городе пройдут еще 30 октября и 6 ноября. Поэтому те, кто по разным причинам еще не был на торговых площадках, смогут запастись необходимым на зиму. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok